Одесса город, который славится своим колоритом, архитектурой и пляжами. Сегодня мы поговорим именно об Одесском побережье. Центральные пляжи города, такие как Лонжерон, Отрада, Аркадия и все пляжи Большого Фонтана были построены вручную. Эти работы начались в 50-х годах, после того, как улица Черноморская с жилыми домами буквально обвалилась вниз. Склоны постепенно террасировали, и этот процесс придавал им форму ступенек. Сюда завозили сотни тысяч тонн грунта, равномерно распределяли и засаживали деревьями. Со стороны моря склоны укрепили штучными пляжами, намывали песок, строили пирсы и волнорезы. Мы разработали, институт наш Одесса Коммунпроект разработал две схемы укрепления морского побережья Украинской СССР еще тогда, в те времена, включая и Крым. И вторая схема была в 92-м году, это была схема северо-западной части Черного моря, прибрежные зоны Одесской, Николаевской, Херсонской области. Совместная работа с Гепроградом, Киевским была и так далее. Поэтому все это, конечно, имело определенную подготовку с учетом той перспективы застройки, которая планировалась соответствующими организациями. В 50-е годы строительство побережья происходило без учета потребностей одесситов и туристов. В конце 90-х пляжи города были переполнены отдыхающими. Места на всех не хватало. Санитарные нормы были нарушены. Возникала проблема с транспортной развязкой. Въезд общественного транспорта не предусмотрели вовсе. Также действующей властью в те времена остался непродуманным вопрос, касающийся досуга отдыхающих. Чем заниматься одесситом и гостям города во время отдыха на пляже – неясно. Разумеется, отдыхающим на море нужно купаться и загорать. Но должно быть, каждому хотелось бы чем-то развлечь себя и своих детей. Непродуманный архитекторами и разработчиками остался вопрос и морского фасада. Заходящие в Одессу суда встречают безликий порт, хаотично застроенные склоны и лишь где-нибудь просматривается историческая архитектура. К сожалению, спустя годы проблема никак не решалась, а наоборот, только начала набирать обороты. Как бы сказать вам по-простому, более не хватает дизайнерского отношения к Бомбережью. Вот это все сараи, извините мне на слово, конечно, не красят наш город. А как вы считаете, привлекать инвесторов надо? Я считаю, что инвесторов надо привлекать. Чтобы это был единый архитектур. Да, да. Ну какой-то дизайн должен быть, быть какое-то лицо города, например. Вот центр города – это лицо города, да? А спальные районы у нас, грубо говоря. А вы бы хотели, чтобы наше побережье могло смело конкурировать, например, с итальянским, с испанским, с анталиками? С удовольствием я бы хотел, чтобы к нам бы ездили, как раньше ездили. Чтобы наш город… Вот что мы оставим будущему поколению, нашим детям, внукам? Проблем развития инфраструктуры Одесского побережья много. Но самое главное – это берегоукрепление. Одесские склоны нуждаются в постоянном уходе. То, что строили 50-60 лет назад, разумеется, спасло Одессу от разрушений. Но сейчас, спустя годы, эти берегоукрепительные сооружения сами начинают разрушаться. Одна из основных проблем на склонах – это отсутствие или повреждение ливневок. В основном по всей территории Одесского побережья ливневые канализации пришли в негодность. Где-то они потрескались, где-то их смыло в море. А есть и такие места, где ливневки и вовсе не сделали. Дождями разрушается верхний покров склонов, что в последующем приводит к оползням. Дело в том, что на плато вы можете проложить ливневую канализацию, и она не деформируется. На склонах, где идут непрерывные процессы деформации, ливневая канализация требует специальных усилий. Как правило, они не выполнены. И вот все вот эти лотки, которые кладутся на побережье, они, и особенно если эти районы связаны с остаточными деформациями, и они, как правило, расходятся, и все утечки идут в грунт, и, соответственно, обвотнение гораздо более интенсивное происходит. Поэтому, очевидно, единственный вопрос, единственное решение должно быть такое, что нужно, соответственно, делать инженерные сети, которые могли работать в условиях непрерывно развивающихся деформаций, даже малого, будем говорить, калибра. Вслед за оползнями существенно страдает и инфраструктура побережья. Ломается то, что осталось от ливневой канализации. Кренятся подпорные стены и лестничные марши. Эти фотографии сделаны на 9-й станции Большого фонтана. На снимке хорошо видно, лестница поклонилась из-за частичного отсутствия системы отведения ливневых вод вдоль лестничного марша. Отсутствие ливневки негативно повлияло на целостность вертикальной планировки склонов, которая способствовала их деформации. Из-за сломанной ливневой системы вымыло основание под элементами благоустройства, поэтому деформация лестничных маршей настолько сильна. По мнению экспертов, берег сползает в море из-за нарушения норм строительства и неподдержания сооружений должным образом. Спасать склоны нужно как можно быстрее. Работу необходимо проводить в комплексе с укреплением как самих склонов, так и берега со стороны моря. Ведь сейчас одесские склоны хоть и в плачевном, но не в аварийном состоянии. Но эта ситуация может измениться уже через год. Медлить нельзя.